Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о ароматах компании Лилабо. Наконец-то я записываю это видео. У меня здесь вот такой Discovery Set, который состоит из 16 ароматов этой марки по 1,5 мл. Объем вот этих вот бутылочек маленьких. Я сначала думала, что этих 1,5 мл мне вообще не хватит, а там на один пшик. На самом деле ароматы невероятно стойкие, невероятно насыщенные, маслянистые, такие натуральные. И, например, вот Сантал 33, посмотрите, я его носила где-то раз 5 или 6. Посмотрите, какой вообще расход. То есть они, вам хватит одного микропшика, чтобы весь день вы наслаждались ароматом. Сама компания Лилабо мне очень нравится. Мне нравится их стиль, мне нравится их концепция, их манифест. Они позиционируют себя как... Ну, не просто, вы знаете, как художники. Они художники, они творцы. Они любят то, что они делают. В каждом флаконе заключена вот невероятная любовь к каждому там компоненту, который помещен внутрь. К каждому вручную собранному цветочку, который помещен внутрь. То есть и когда вы это носите, вы не можете не чувствовать этой любви, этих эмоций, этой душевности и духовности. То есть, ну это что-то такое невероятное и настоящее. Каждый аромат это гимн, будь то ирис, гимн на ирису, будь то иланг, это будет гимн илангу. И знаете, может быть я не права, но вот все ароматы, которые здесь, например, иланг, это лучший иланг был в моей жизни. Ирис, это был лучший ирис в моей жизни. Пачули, лучший пачули в моей жизни. Я не знаю, как они это делают. Они вытаскивают самое нутро вот этого аромата, будь то ирис, будь то нероли, будь то пачули, будь то роза, обрамляют это все какими-то такими сопутствующими ингредиентами. И вот этот вот вихрь, он просто головокружительный. И давайте начнем уже наше путешествие, мое путешествие в мир Лелабо. Я начала знакомство с маркой, вот из этого Discovery Set, с аромата Santal 33. Аромат Santal 33 это один из самых популярных ароматов марки. Сразу хочу сказать, что я разнашивала все ароматы в холодную погоду. У нас сейчас холодно, я ношу и свитер, и сверху я ношу какое-то теплое пальто. И, ну, у меня такая из искусственного меха такая шуба, поэтому имейте в виду. В жару я не знаю, как они себя ведут. Вот я разносила их в холод. Santal оказался прекрасен. Он сначала мне показался немножко таким брутальным и слишком громким, когда я его нанесла. Ну, потом в течение дня я поехала по делам, я что-то там делала. Был очень холодный день. И вот когда я выходила из своей теплой машины на улицу, знаете, вот до такого, ну, было очень холодно, что пар у тебя идет изо рта. И вот этот Santal, он как спасатель был. Он вот просто хоп, и вот такой волной, невероятно гурманско-специевой, молочной, он вас окутывает и согревает. Вот это было что-то с чем-то потрясающее, очень яркий, очень стойкий, очень обволакивающий, который, вы знаете, вот вы едете, и вы постоянно его ощущаете, и вы не можете им надышаться. Аромат гениальный. Просто гениальная история, знаете, мне он немножко напомнил, потому что я очень хочу, Santal, у Concrete, Com de Gerson, они вот чем-то схожи. Ну, и там Santal, и там Santal. Ну, вот я теперь не знаю, какой мне нужен больше, этот или Concrete. Короче, если вы любите ароматы с Santal, то, пожалуйста, познакомьтесь, это, конечно, потрясающее что-то, это гениально. А здесь у меня маленький такой блокнот, в который я делала заметки по каждому аромату, потому что ароматов много, и чтобы не забыть, я так чуть-чуть делала заметки. С Santal я вам сказала. Дальше у меня был аромат Ambretta. Ambretta 9. Я думала, что это будет такая амбра. К своему стыду я не знала вообще, что такое Ambretta. И когда я начала носить этот аромат, то есть я знаю амбровые ароматы, да, они мне нравятся, но здесь появилась какая-то неприятная, немножко отталкивающая нота, я не понимала, что это такое. И я любила, что такое Ambretta. Оказывается, Ambretta это семена, это растительное происхождение, они вот такие вот маленькие, как кофейные, только как сплющенные, как такие лепешечки коричневые. Это такие семена, которые пахнут амброй и мускусом. Тут я поняла, почему мне это не очень нравится. Вот сочетание амбровых нот и мускуса меня немножечко оттолкнуло. Оттолкнуло от этого аромата. То есть в нем есть и притягательность, в нем есть и загадка, и доля какой-то, знаете, может быть и ротики даже. Но вы хотите его вдыхать, и как только вы начинаете его вдыхать, вы такие, нет, нет, что-то не то. Ну это у меня так было. В общем, как бы буду коротко с этим ароматом. Вот такой какой-то у меня случился, двойственный с ним. Может быть, я его еще поношу, но, наверное, вряд ли. Вот это сочетание мускуса и амбры, это не мое, наверное, все-таки. Следующий аромат был Enada 13. Enada 13 – это такая интерпретация на тему молекул, на тему амброксана, на тему ноты парфюм Джулетт Хайзеган. Это очень красиво сделано, очень, ну, совершенство. Если вы любите вот ароматы с амброксаном, то попробуйте, попробуйте Enada 13. Но все прекрасно, но у меня уже это есть. У меня есть, у меня были молекулы, у меня есть ноты парфюм. Поэтому я, наверное, как бы пропущу вот этот аромат Enada от Le Labo, потому что, ну, уже эта история как бы подошла к концу для меня, для меня. А дальше у меня был аромат Bergamot 22. Вот Bergamot 22 мне невероятно понравился. Он раскрылся очень ярким, очень сочным, очень каким-то, ну, реально морским, не в плане морской, вот это соленый, вот акватический, нет. Именно ощущением отдыха на море. Вот каким-то таким аккордом он раскрылся на мне. Но потому что я носила его в очень холодный день, он как-то сразу замылился, выдал мне немножечко таких каких-то одеколодных нот. Я думаю, надо его, необходимо его носить именно в жару. Когда жарко, когда солнечно, когда, может быть, так влажно, когда вы купаетесь, когда вы в соленой воде, когда вы, ну, просто когда жара, когда солнце, вот он, мне кажется, запоет, зазвучит, запереливается всеми своими красками. У меня немножечко, видимо, я попала не в сезон, но аромат Bergamot 22, это просто прекрасно. Вот я написала, тут свежий, сербкий, чай с бергамотом, лимоном со льдом, ну, у бассейна, у бассейна. Так что вернемся к нему летом. Далее был Fleur d'Oranche 27. Мне он безумно понравился. Я люблю аромат Fleur d'Oranche. Мне нравится, когда Fleur d'Oranche идет аккордом к белоцветочным ароматам, каким-то вот летним ароматам. Fleur d'Oranche, он просто восхитительный. И здесь он медовый, он сладкий, он такой, вы знаете, вот прям вот как текучий, он как будто плавится летом по вашей коже, вот скользит. Такой вот даже вот немножко липкий до такой степени он мне показался приторным, но я не против. Мне нравятся такие ароматы именно с Fleur d'Oranche, поэтому да, Fleur d'Oranche я взяла себе на заметку. Мне он очень понравился, но, наверное, все-таки опять больше он мне подошел бы на лето. А все ароматы и все ингредиенты, которые заявлены, они звучат невероятно натуралистично. Поэтому если вы вдруг, ну как-то вот вы сомневаетесь, нужны ли вам ароматы, нравятся ли вам ароматы с Fleur d'Oranche или с бергамотом, мне кажется, пойти к стенду Лилабо и попробовать ароматы с тем или иным компонентом, названием, это будет вот наиболее правильный выход, чтобы понять ваш этот аромат или нет. Может быть, я не права, но мне вот так показалось. Fleur d'Oranche, медовый цветочный, понятно. Дальше будет король. Дальше будет король Ирис 39. Я знаю много поклонников у этого аромата. Я прям очень хотела, хотела именно с ним познакомиться. Я люблю ирисовые ароматы. И здесь меня удивили. Меня удивили, это, я не знаю, я его нанесла и, ну, поехала на работу. Я поехала на работу. Ирис сначала звучал немножечко землисто, немножечко почулиево, немножечко так пыльно, даже так захотелось чихнуть пару раз. Но потом, что происходило потом? Он менялся просто неописуемо, непредсказуемо, волнительно, красиво. Там была и пудра. Там были и какие-то белые цветы, соленые ноты, какие-то сладкие ноты, сахарные ноты. Потом это опять все менялось и появилась какая-то пыль, полынь. Были какие-то почули. В общем, этот аромат – совершенство. Для меня, вот, мне раньше больше всех нравился с ирисом, это ирисовая пудра от Фредерик Май. Вот сейчас этот, наверное, все-таки победитель. Мне показалось, что он очень сидит близко к коже. На самом деле, весь день я с ним проходила, он мне вообще не надоел. Я его слышала постоянно, постоянно, постоянно. То есть он невероятно шлейфовый, яркий, стойкий. Ирис 39, король. Просто король. Следующий аромат, с которым я познакомилась, это Жасмин 17. И именно благодаря этому аромату Жасмин 17 я решила купить этот Discovery Set, потому что я в магазине нанесла себе этот жасминовый аромат. Мне показалось, что все, надо срочно, срочно брать. Потом я подумала, ну, столько же еще там марки ароматов красивых. Давай-ка ты познакомься сначала. Жасмин 17. После Ириса, после Сантала он уже не произвел на меня такого впечатления яркого. Но, тем не менее, да, если вы любите аромат Жасмина, вам сюда. Но, тем не менее, здесь не стопроцентный Жасмин. Здесь больше меда. Здесь больше... Мне писали в Инстаграме, что этот аромат не про Жасмин, а про флёрд оранж. И я, пожалуй, соглашусь, да. Это не Жасмин, это флёрд оранж с Жасмином. Сладостный, такой волнующий, такой, знаете, пенный, можно сказать. Вот если Жасмин... Вот представьте, такое облако Жасминовое, оно такое пенное, кучерявое, такое волнующееся. Это вот что-то такое. И, к моему сожалению, не очень стойкий на мне оказался. Поэтому я рада, что я не поддалась порыву и не купила сразу большую версию Жасмина, а купила себе Discovery Set. Ну, красивый, красивый Жасмин, чего уж там говорить. Так, следующий аромат был Labdanum. Labdanum 18. И, знаете, видимо, я ещё плохо разбираюсь с Labdanum. Мне он не очень понравился. Он такой... Мне он показался немножко плоским, немножко таким монотонно звучащим, немножечко даже церковно звучащим. Может быть, я не права, вернусь к нему ещё обязательно. Но вот пока даже вот нечего, к сожалению, сказать ни хорошего, ни плохого, так что не буду. Следующий аромат, который я пробовала, это был Lys 41. Это белоцветочный аромат. Я обожаю белоцветочные ароматы. Я большой поклонник лилии, жасмины, конечно же, туберозы. Здесь это лилия. Но лилию ты слышишь там, ну, вначале чуть-чуть ты её слышишь, но потом, вот я слышу в этом аромате исключительно туберозу и сирень почему-то. Такую фиолетовую сирень и колючую хищную туберозу. А по звучанию где-то, где-то далеко, мне он напомнил, я прям даже взяла, чтобы вам показать. Мне он напомнил Yves Saint Laurent Supreme Bouquet. Не знаю почему. Именно вот из-за вот этой вот хищной, мощной, такой напористой туберозы, наверное. Наверное. Я его носила три раза. То есть он у меня был такой вот ирис, этот и ещё пару ароматов, над которыми я думаю, нужно мне большой флакон или нет. Но это потрясающе. Тем не менее, это потрясающе. Это женственное, это сильное, это мощное, это очень энергетически объёмный такой портрет шикарной женщины. Наверное, так. А следующий аромат был Нероли 36. И когда я его только нанесла... Сейчас я найду, где он у меня там записан. Когда я его только нанесла... А, у меня не записано. Когда я его только нанесла, мне он очень понравился. Мне понравилась его кремовость, мне понравилась его сладость. Но потом, походя немного, у меня реально начала болеть голова. Но вот не знаю, это не моё. К сожалению, Нероли в этом аромате попадания не было. Мне пришлось его смыть. И я думаю, к нему вернуться в более какую-то, наверное, другую погоду. Потому что, опять-таки, я вам говорю, очень холодно. И этот аромат именно хочет солнца. Он хочет солнца, он хочет света, он хочет ярких эмоций каких-то позитивных, именно летних. Поэтому я не буду такие поспешные выводы делать. Он очень красив. Но, видимо, я его попробовала не в тот сезон, не в то время. Следующий король. Король. Иланг 49. Ирис король и Иланг 49. Это король. Девочки и мужчины, если смотрите, это просто, ну это просто, я не знаю, это шедевр. Это шедевр парфюмерного искусства. Это превосходный, яркий, дурманющий, до потери сознания просто Иланг. Вот есть в нем отголоски какой-то старой школы в этом аромате. В то же время в нем есть много молодости и силы какой-то, именно вот бесшабашности. Такая, знаете, девушка, которая очень бесшабашная, очень такая экспрессивная. Но ситуация складывается так, что ей нужно держать себя в руках. Вот этот вот аромат вот как-то вот от такой вот девочки. Красивой, яркой, эмоциональной, но которая в силу каких-то обстоятельств должна все это скрывать. Но вот этот аромат все-таки ее выдает. Бесподобно. Если вы любите Иланг, носите, пробуйте, восхищайтесь. Мне кажется, он и мальчикам подойдет, и девочкам подойдет. Ну это, это же совершенство. Просто, я могу только восхитительные эпитеты этому аромату дарить. Дальше аромат Пачули 24. Мне он очень понравился. Мне он понравился своей необычностью. Я его не буду покупать. Вот у меня будет вот этот маленький, и захочу когда-нибудь его нанести еще раз, нанесу. Но он странный. Он странный. Пачули здесь копченые. Вот знаете, он мне напомнил чай Лапсан Сушон, если вот кто. Любитель чая. Это такой копченый чай с запахом дыма и кирзовых сапог. Вот что-то такое копченое есть вот в этом аромате Пачули. Потом это все как-то успокаивается, и аромат становится очень красивым, кожаным, почулиевым ароматом. Но начальный аккорд вот с этой копченостью, копченой нотой, он, конечно, головокружительный. Он или нравится, или не нравится, но он странный. Если он вам понравится, это очень необычный аромат, очень запоминающийся, невероятно стойкий. Я с ним, я носила его вечером, проснулась утром, и он все еще был у меня на запястье. То есть это вообще очень стойкий. Дальше был аромат Роуз 31. Аромат о розе, о прекрасной розе, о бархатной розе, о помадной розе. Вот помадная роза здесь, мне кажется, подходит этому аромату определение помадной розы. Ну, вы знаете, бархатная, бордовая, тягучая. Представьте, такая банальная картина, вот чашечка с медом, и вы опускаете туда розовые лепестки, и вот там вот так все красиво, все плавно, и картина такая, короче. Красиво. Красиво, но не знаю, у меня есть ароматы с розой, которые имеют больше характера, чем в этой розе. Эта роза какая-то, знаете, такая немножко сдержанная, она немножко такая отстраненная, она сама по себе. То есть когда я носила этот аромат, была я где-то, и был вот этот вот аромат розы. То есть, наверное, это не мое. Но когда я носила и ланг, это просто был фурор. Мой внутренний, эмоциональный, это вот тут прям и ланг, это вот мое, мое что-то такое по мне удоражило. Дальше был аромат Noir 29. И это тоже король. Это тоже король. Я долго не могла понять, что в этом аромате. Этот аромат я носила больше всего. Ну, не знаю, по пробирке, наверное, не видно. Я его носила дней пять, наверное. И я, вы знаете, мне даже не хотелось смотреть пирамиду, мне даже не хотелось понимать, что же там такое внутри находится. Потому что мне нравилось. Мне нравилось все от и до, от начала до конца. Это тягучесть, это немножко мрачное настроение. И в то же время очень яркое настроение. Какое-то загадочное. Вот он очень загадочный, этот аромат. Как такой, когда говорят, под покровом небес. Можно про этот аромат сказать, под покровом небес. Ну, под любым покровом, короче. А потом я все-таки посмотрела ноты. В нотах заявлен у нас инжир. Инжир, видимо, дает вот эту вот странную... Хотя я инжир могу узнать во всех ароматах практически, но здесь я его вообще не слышу. И это, наверное, даже хорошо. В общем, это король. Нуар 3029. Это загадочная такая черная материя. Витивер 46. Не мое. Не мое. Вот у меня несколько ароматов было, которые я нанесла и смыла. Витивер 46. А не роли. И еще один тут дальше будет. Витивер 46. Ну, для меня Витивер вообще как бы пока нераспознанный летающий объект, видимо. Видимо, не настолько мой это ингредиент, компонент. Слишком яркий, слишком теркий, слишком растительный, зеленый. Слишком такой дребезжащий, свежий. В отличие от бергамота, вот Витивер не люблю. И следующий аромат УД 27. Ничего не могу при нем сказать. Нанесла и сразу смыла. Я не люблю ароматы с УДом. Некоторые мне нравятся. Ну, вот это для ценителей УДа, для поклонников УДа. Это очень красиво. Это те, кто любит УД, я уверена, оценят этот аромат. Но так как я не поклонник, мне не очень понравился УД во всей своей красе. Что может быть лучше для любителей, что может быть хуже для не очень любителей. И последний, Сантал 33, он у меня был первым. Все. На этом все. Я не знаю, насколько информативным было это видео. Может быть, мне стоило уделить больше внимания каким-то отдельным из представителей этого набора. Но я вот рассказала на эмоциях. Может быть сбивчиво, может быть как-то неказисто. Ну, надеюсь, вам понравилось. То есть мои, мои короли, как я уже сказала, это раз, два, три. Ну, Сантал, Сантал не король, но вот эти три, это мои короли. Ирис 39, Иланг 49 и Денуар 29. Вот эти три аромата я бы хотела себе купить в полном размере. Это великолепно. Лидер, конечно же, это Иланг. Все. Пишите, пишите, какие у вас есть ароматы. Может быть, Лилабо вообще нравится ли вам марка Лилабо. Мне будет приятно почитать ваше мнение. Все. Всем пока. С вами была Аленка Блок. Чао-чао. Пока.